Под данным следствия подозреваемый Амиран Георгадзе занимается строительством объектов на территории Красногорского района Ну а с Карауловым их связывали не только деловые, но и дружеские отношения, так же как и с Котлеренко К примеру, тот же Георгадзе является одним из совладельцев Красногорской электрической сети, руководителем которой был Котлеренко Что случилось в кабинете, итогом чего стал циничный расстрел двух чиновников, следствие еще предстоит выяснить Пока же мы обладаем данными о том, что вначале Георгадзе пытался выстрелить потерпевших из автомата или винтовки Сайга Это сейчас выясняет следствие, которое принес ему в кабинет его водитель И только после того, как это оружие заклинило, Георгадзе использовал запасной вариант и расправился со своими оппонентами из пистолета предположительно 9-миллиметрового калибра Произведя не менее 10 выстрелов, от которых те скончались на месте Затем Георгадзе с водителем скрылись, и вот сейчас задействованы все оперативные службы для скорейшего задержания подозреваемых Если говорить о версиях следствия, то очевидной и приоритетной, конечно же, является версия, связанная с исполнением чиновниками своих обязанностей и возникшим на этой почве конфликтом с предпринимателем То, по нашим данным, Амиран Георгадзе, получавший ранее государственные заказы на строительство, в последнее время по каким-то причинам был лишен такой возможности Ну вот, сам способ убийства, место и цинизм его совершения подтверждает, во-первых, тот факт, что подозреваемый тщательно готовился к нему Ну и, во-вторых, конечно же, имел к ним, к жертвам я имею в виду, как минимум какие-то претензии и испытывал очевидную неприязнь И вот все это предстоит выяснить следствию Субтитры создавал DimaTorzok